Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 28 февраля. В этот день в истории нашего Отечества. В 1720 году вышел указ Петра I об учреждении Генерального регламента Устава Государственной гражданской службы. В 1734 родился Иван Дмитриевский, актер, режиссер, педагог, театральный деятель. В 1825 родился Алексей Уваров, граф, меценат и археолог. В 1863 родился Владимир Вернацкий, естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. В 1889 родился Вацлав Нижинский, артист балета, балетмейстер. В 1921-м был заключен первый советско-афганский договор о дружбе и сотрудничестве. В 1947-м вышло постановление пленума ЦК ВКПБ о мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период. В 1957-м открылся первый всесоюзный съезд советских художников. 28 февраля 1780 года Екатерина II издала декларацию о вооруженном нейтралитете. Документ был подготовлен с целью охраны торгового мореплавания в ходе войны английских колоний в Северной Америке за независимость. В этот период Англия судорожно искала союзников. Правительство Великобритании обратилось к Екатерине II с просьбой предоставить русские войска для подавления восстания в колониях. Однако усилия Великобритании найти в лице Российской империи союзника не увенчались успехом. Екатерина уже давно с тревогой следила за ростом морской мощи Англии и решительно возражала против ее попыток объявить порты Франции и Испании находящимися в состоянии блокады. В ответ на эти притязания Англии Екатерина в 1780 году разослала другим правительствам декларацию о вооруженном нейтралитете. Впервые в международной практике Россия внедрила новые принципы морского права. В декларации была провозглашена свобода нейтральных государств торговать с воюющими сторонами. Провозить на своих судах любые грузы, за исключением военного снаряжения. Защищать свои торговые суда с помощью военного флота. Декларацию подписали Швеция, Дания, Австрия, Пруссия, Португалия, Голландия. Была создана Лига вооруженного нейтралитета. После этого между Англией и Голландией началась война. Конгресс США объявил о своей солидарности с принципами вооруженного нейтралитета и о желании примкнуть к Лиге, надеясь, что Екатерина II официально признает существование нового американского государства. Однако добиться этого признания американцам не удалось. Русская императрица отклонила это предложение, чтобы не нарушать принцип монархической власти и не допускать компромисса с революцией. Тем не менее, политика России благоприятствовала США. Англия была вынуждена снять экономическую блокаду североамериканских колоний. В конечном счете, этот поступок России помог победе колоний в войне за независимость, а авторитет России на международной арене значительно возрос. 28 февраля 1825 года родился Алексей Уваров, граф, меценат и археолог. Он был единственным сыном президента Петербургской академии наук, министра народного просвещения графа Сергея Семеновича Уварова и Екатерины Алексеевны, урожденной графини Разумовской. Получив прекрасное домашнее образование, Алексей Сергеевич затем учился на словесном отделении философского факультета Петербургского университета. Позже слушал лекции в университетах Берлина и Гейдельберга. Отдав государственной службе в Министерстве внутренних дел и Министерстве народного просвещения 15 лет своей жизни, он вышел в отставку и целиком посвятил себя археологии. Будучи человеком богатым, Алексей Сергеевич финансировал археологические экспедиции и сам принимал в них активное участие. По материалам, полученным в ходе работ, он подготовил исследования миряне и их быт по курганным раскопкам. В 50-70-х годах 19-го столетия Уваров вел изыскания в области средневековой символики, византийского искусства, в последние десятилетия жизни занялся изучением первобытности. В 1864-м Уваров учредил Московское археологическое общество, призванное не только изучать русскую археологию, но и пробуждать в обществе интерес к прошлому России, к отечественным древностям. Поэтому в нем, по замыслу графа Уварова, наряду с представителями научной интеллигенции могли участвовать представители всех сословий. Главное, чтобы люди разделяли его стремление уничтожить равнодушие к отечественным древностям. С 1869-го начали собираться археологические съезды в университетских центрах России – Москве, Петербурге, Киеве, Одессе. С начала 1870-х Уваров включился в работу по устройству в Москве Российского исторического музея, называвшегося тогда музей имени его императорского высочества, государя-наследника цесаревича, будущего императора Александра III. В 1881-м он предложил программу комплектования фондов музея археологическими памятниками. По его инициативе были снаряжены экспедиции на Дон, на Кубань, на Кавказ. В том же, в 1881-м году, Александр III назначил графа Уварова товарищем председателя музея, при почетном председателе – великом князе Сергея Александровича. Император поручил ему открыть первые 11 залов от Каменного века до Киевской Руси, а также залы христианских древностей. В 1883-м исторический музей принял первых почетных посетителей – императора Александра III, императрицу Марию Федоровну, великого князя Сергея Александровича. Вскоре залы музея открылись для всеобщего обозрения. 28 февраля 1863 года родился Владимир Вернацкий, выдающийся российский ученый 20-го столетия. Естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель, создатель многих научных школ. Один из представителей русского космизма, создатель науки биогеохимии. Окончив в 1886-м естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, Владимир Иванович остался в нем для продолжения научной работы. В 1898-м он возглавил кафедру минералогии и кристаллографии в Московском университете. В отличие от других ученых, занимавшихся в основном описанием и систематизацией минералов, Вернацкий выдвинул идею эволюции минералов. Результаты своих опытов и размышлений Вернацкий изложил в работе «История минералов земной коры». Заметим, Владимир Иванович всегда находился не только в центре научных, но и политических событий. В 1905-м году он стал членом Конституционно-демократической партии, а в 1917-м входил во Временное правительство в качестве товарища министра народного просвещения. Оставив в 1911-м Московский университет, Вернацкий переехал в Петербург и посвятил себя прежде всего научной работе. Главным предметом его научного поиска была живая природа в целом, в ее планетарно-космическом измерении. Он попытался соединить естественно-научный и исторический подход в изучении человечества. Результатом его поисков стало учение о биосфере как целостной общебиологической и геологической системе, а также новая научная дисциплина – биогеохимия. Биогеохимия Вернацкого рассматривает геохимические процессы на поверхности Земли. В них очень важную роль играют живые существа – представители биосферы. Вернацкий стремился создать в пределах нашей страны мощный научно-исследовательский центр, который бы организовывал и координировал разработку разнообразных биокосмических проблем, вынашивает идею об основании Международного института живого вещества. Этим его стремлением было суждено осуществиться лишь отчасти. В конце 1920-х в системе Академии наук СССР была создана биогеохимическая лаборатория. На ее базе уже после кончины ученого был образован Институт геохимии и аналитической химии Академии наук СССР имени Владимира Ивановича Вернацкого. 28 февраля 1889 года в Киеве в семье танцовщиков балета родился Вацлав Нижинский, артист балета, балетмейстер. В 1898 он поступил в Петербургское театральное училище. Рано проявил выдающиеся способности и уже в 15 лет имел большой успех, исполнив на сцене Мариинского театра партию Фавна в балете Ациз и Галатея. После окончания в 1907 училище был принят в труппу этого театра и сразу выдвинулся на положение первого танцовщика. Зрители поражали его ставший легендарным прыжок и способность зависать в воздухе. Артист обладал редким даром перевоплощения. Нижинский стал партнером Матильды Кшесинской, Ольги Преображенской, Тамары Корсавиной, Анны Павловой. Нижинский танцевал главные роли в постановках Михаила Фокина, балетов, павильон Армиды, белый раб, египетские ночи, раб, шапиняна, юноша. Выступление в первом русском сезоне Сергея Дягилева сразу же принесло Нижинскому славу. В 1909-13 годах он являлся ведущим солистом русских сезонов. Он исполнял главные роли в фокинских спектаклях «Карнавал», «Шахерезада», «Петрушка», «Дафнис и Хлоя» и других. В 1912-м он станцевал главную роль в поставленном им же самим балете «После полуденный отдых фавна». Затем поставил для труппы русский балет Дягилева спектакли «Игры Дебюсси» и «Весна священная» Игоря Стравинского. Заметим, что постановки Нижинского ломали академические каноны и тем самым вызвали противоречивые оценки зрителей и критики. Но прошло время, и они явились основой для развития балета середины 20-го столетия. В 1917-м Нижинский окончательно покинул сцену и вместе с семьей обосновался в Швейцарии. С конца 40-х годов он жил в Лондоне. Сценическая деятельность Нижинского обогатила балетное искусство многими находками. Он стал легендой при жизни и оставил после себя бессмертную славу. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова